В заключительной серии этого сезона Топливный кризис угрожает приховать флот к земле Топливо выделяет только на первоочередные задачи Буффало борется за право полететь на Северный полюс А среди работников компании меня бесит, когда они не приходят Начинаются волнения Я посоветовал его уволить Кто-то останется, а кто-то уйдёт Полярные лётчики, держитесь, ребята В Йеллоу Найф наступило лето И по ночам здесь светит солнце Буйволы наслаждаются ярким светом Так же, как и пилоты Буффало Но игра в гольф на Севере требует подготовки Она сказала закопать это на уровне земли Классический стиль Йеллоу Найф Гольф с ковриками Отлично, Скотти Уже лучше Могу точно сказать, что дальше травы он не улетел Но где ещё можно поиграть в гольф ночью? Второму пилоту Скотту Блу это нравится Достаточно длинная? Возможно, нет Первый удар точно мимо Дела в Буффало идут плохо И он мало летает Но скоро ситуация станет ещё хуже Невероятно Слушайте, парни Буффало Джо собирает всех своих пилотов Когда мы пересаживаем подготовленного человека Из правого кресла в левое Это требует серьёзного подхода и планирования Он хочет, чтобы второй пилот Горд Кулинг Как можно скорее сдал экзамен на капитана Утром поставим Гордона на DC-3 После обеда он полетит на C-46 А если вернётся вовремя, то ночью снова сядет на DC-3 Потому что ему осталось долетать последнюю сотню Золотой мальчик Горд здорово поднялся за 4 года в Буффало Будет здорово, если я стану капитаном Мой брат получил работу на линии Мой папа уходит на пенсию И всё это в один месяц Эй, поздравляю! Ну как ты, сынок? Отец и дед Гордо Коммерческие пилоты из Ванкувера Он был рождён, чтобы летать У него уже 2600 часов налёта Ему не хватает 100 часов, чтобы в возрасте 24 лет Стать самым молодым капитаном в стране Ребята, я попрошу вас смириться с этим Потому что придётся поменять ваш график Чтобы поскорее набрать часы для Гордо Джо просит вторых пилотов уступить свои рейсы Конечно, элемент зависти всегда присутствует Мы не знаем точно, где он есть, но он есть Если у кого-то и может быть повод для расстройства Так это у Скотта Блу В отличие от Гордо, у Скотта всего 750 часов налёта Я бы хотел летать больше Нам платят за налёт Чем больше летаешь, тем больше зарабатываешь Но дело не только в деньгах Если Скотта надолго оторвать от штурвала Он рискует потерять навыки управления Си-46 Единственным самолётом, на котором он летает Можно очень быстро отвыкнуть от этой машины Необходимо чувствовать самолёт А этого можно добиться только если много летаешь Но поскольку Гордо поставили на все рейсы Си-46 Скотт остаётся на земле Конечно, я ничего не могу поделать Разве что только побурчать Но кто станет меня слушать? Никто Скотт смирился Надеюсь, мы передали тебе все свои знания Осталось показать ещё пару моментов И ты сможешь летать сам Так что всего тебе самого наилучшего Горд не теряет времени И садится в кабину Си-46 С капитаном Дэвона Бруксом Что же касается Скотта Он выполняет обязанности перронщика Сегодня после обеда всё спокойно Мне придётся поработать на перроне На протяжении нескольких недель Пока Горд не доберёт свои часы до капитана Сегодня я должен вымыть самолёт Горд летает, а я мою Да Поднимаясь по карьерной лестнице Буффало На протяжении двух лет Скотт вернулся к самому началу В конце концов, я всего лишь пешка В большой игре Буффало Он начинает это понимать Атмосфера на стоянке накаляется Ты просто всё сполоснул Так любая обезьяна может сделать Слушай, ты дурачина Я драйл щёткой верхнюю часть крыла А ты тут мне претензии предъявляешь? Ну давай разберёмся Скотт понимает потребности компании Но он должен найти способ вернуться в небо Грязь, масло Мне только что звонили из Шелл Сказали, что нигде нет авиационного топлива В офисе Буффало Главный менеджер Майки МакБрайен Узнаёт очередную порцию неприятных известий Это может вызвать кризис Какой-то непонятный дефицит Топливо осталось только для противопожарных самолётов В эпоху больших самолётов, летающих на реактивном топливе На основе керосина Поршневой флот Буффало использует авиационный бензин Но падение спроса на это топливо и загрязнение воздуха Привели к сокращению его производства И это всё? Господи! Майки шокирован известием о том Что авиационного топлива не будет ещё три недели И это с сегодняшнего дня Топливо будет отпускаться только на борьбу с пожарами Чёрт! Нет бензина, нет полётов Какая польза от машины, если нет топлива? Она может просто стоять Но мы не музей, мы работающая компания Новости о приостановке поставок бензина Ещё не дошли до дилера в Йеллоу Найф Мы освобождаем все свои заправщики И заливаем их бензином, пока они не узнали Майки действуют быстро Кто остался на земле? Ян? Ну так пускай наполнит эту жёлтую штуку Задействовав всех свободных людей Они должны освободить заправщики Буффало Разливая бензин по вёдрам А потом полностью залить их в хранилище топлива Пока местные власти не узнали о запрете Три полных заправщика Насколько их хватит? На неделю Да, нужно продержаться до вторника или пятницы Да Вся тяжесть легла на плечи Майки и его брата Рода Ответственного за техобслуживание Мы могли бы легко выжать до суха Весь Йеллоу Найф и складировать топливо во дворе Именно это мы и пытаемся сейчас делать Если они нам позволят Заберём всё Нужно заполнить зелёный в 4.30 До того, как они поймут, что им ничего нельзя продавать Прямо сейчас? Да, я знаю, мы уже опаздываем Майки забронировал себе на 4.30 заправку на топливном складе До этого времени каждая бочка Каждый резервуар и каждый бак в самолётах Должны быть залиты доверху, чтобы освободить заправщики Это титанический труд Этот полный Им ни за что нельзя опаздывать Но заправщики выезжают только после 4.30 Майки надеются, что бензин ещё остался Если нет, то через считанные дни Флот Буффало окажется на земле Первая бочка Буффало Эйрвейс в отчаянной ситуации Если они не наполнят свои заправщики бензином До того, как закроется местное хранилище Их флот окажется на земле В Канаде ещё никогда не было дефицита бензина Это до сегодняшнего дня Правительство заморозило поставки топлива по всей стране Чтобы сохранить его для противопожарных самолётов Заправщики Буффало вовремя приехали на хранилище Авиационный бензин ещё есть Но надолго ли? Это ежедневная борьба Как я уже говорил, будем складировать топливо у себя Надеюсь, мы протянем эти пару недель Но запрет может продлиться и дольше Нужен запасной план Учитывая дефицит топлива, мы пересматриваем все свои рейсы Определяем, что можно отложить на потом Менеджер Майк Хэндли связывается со всеми известными поставщиками Чтобы найти ещё один источник В среднем 90 тысяч в неделю? И у вас только 129? Но пока всё впустую Хорошо, пока Всё плохо А на перроне Буффало Джо занимается переливанием топлива Мне нужно твоё топливо Всё твоё топливо До последней капли Топливо выделяют только на первоочередные задачи Поэтому мне нужно создать запас для моих полётов Их первоочередные задачи и мои первоочередные задачи Это совершенно разные вещи Для Джо и жителей далёких северных поселений поставки продуктов и почты Это и есть первоочередная задача Да, 18 А это значит, что Горд Кулинг будет летать больше Мы летим в Форт Гудхоуп, Норман Уэллс и Тулиту Горд вылетает в долину Маккензи на С-46 с капитаном Эйджи Эмде Костом Буффало 3-2-3 Взлёт разрешаю полоса 3-3 Левый разворот И налево Хорошо Чтобы доставить продукты, товары и почту в четыре удалённых поселения Они сожгут тысячи литров авиационного бензина Протяжённость маршрута из Йеллоунаев до долины Маккензи и обратно составляет 1600 километров Как поживаете? Хорошо Это Майк Хендли из Буффало Эйрвейс Мне нужен Алекс Майк Хендли не слезает с телефона Авиационный бензин дорожает? Он звонит в аэропорт Норман Уэллс 370 тысяч? Так у вас его много Джекпот В Норман Уэллс у Эйджи и Горда предпоследняя посадка Майк договорился о заправке всех прибывающих рейсов Горд полностью заполняет баки С-46 Благодаря местным запасам бензина и тому, что Буффало удалось собрать в Йеллоунаев Они должны продержаться На этот раз Шасси Но это специфическое топливо становится всё более редким А потому дни поршневых самолётов могут вскоре подойти к концу Ну, наконец-то Здесь точно никто орать не будет А в это время грузовой менеджер Келли Юрасевич взяла выходной, чтобы на большом невольничьем озере обдумать свои проблемы Что будет, если я поймаю рыбу? Я ударю её по голове Лучше дай по голове Джо, а потом уволься оттуда Мушкелли Хуан, бывший бортинженер Буффало, сцепился с боссом Хватит дурить мне голову Я никому не дурил голову, я не разбирал эту рухность А почему ты отправляешь меня к Лубе или Чаку? Я не люблю, когда на меня орут Мне 50 лет, и я не его ребёнок У него были претензии ко мне, у меня к нему Он решил уволиться Я уволился Он не мог больше терпеть, но я была шокирована его увольнением Теперь Хуан работает на конкурентов Буффало Келли, я тебя не бросил, я просто нашёл другую работу В моём возрасте дело не в этом Мы же договорились, что спокойно доработаем этот год в Буффало, а потом уволимся, купим ферму в Альберте и будем там счастливо жить Но всё изменилось Если Хуан останется в Йеллоуна и в Келли, на какое-то время может забыть о ферме Она должна решить, уйти ли ей с Буффало вместе с Хуаном или остаться там работать Закон не запрещает тебе уволиться, если становится плохо Так что... Ты спишь по ночам, а я нет Если Келли решит остаться... Знаешь, что для меня тяжелее всего? Оставаться там без тебя В Буффало? Да А что в этом такого? Просто бросай... Ты не понимаешь... Ты можешь пойти в First Air... Милый, ты же был моей опорой Келли предстоит принять трудное решение Коллеги считают её незаменимой Если бы не она, здесь бы ничего не было Это она всё организовала Келли не может уйти и бросить нас всех Я думаю, что она не такая На следующее утро гладко выбритый Хуан приезжает на свою новую работу в First Air А чуть дальше по дороге на своё рабочее место приходит Келли Ребята, я уже здесь Она брала выходной, чтобы обдумать своё решение Я должна перетерпеть это и быть немного позитивнее Я останусь здесь Джеку 452, тебе 400 и 380, хорошо? Так и сделаем Келли решает потерпеть Пока Да Напряжённый день Следующим будет 380 Смотрите далее Меня бесит, когда они не приходят Келли вышла из себя, когда перронщик Джереми Дау не вышел в свою смену Я посоветовал уволить его и отправить домой Долгие 8 месяцев работник стоянки Джереми Дау боролся за то, чтобы уйти из перона и сесть в кабину самолёта Я слишком устал, чтобы злиться И вот очередная задержка Ему приказали помогать Келли Доброе утро Спасибо, Джереми Да без проблем Долинэ, Долинэ Он старается не поддаваться унынию Меня это не сильно расстраивает Я пришёл сюда работать Главное, чтобы мне позволили летать Ради этого я буду выполнять любую работу Это нормально Джереми перебрался на новую квартиру в Йеллоу Найф И сегодня устраивает что-то вроде вечеринки Всем привет Мы ещё не решили, что будем делать Но мы точно займёмся чем-нибудь интересным Джереми переехал из Хэй-Ривер менее месяца назад И всего через несколько дней после этого дела пошли в гору Он впервые полетел, как второй пилот, с Буффало Джо Убедись, что твои каблуки стоят на полу, чтобы не трогать тормоза Ты должен ехать, а не тормозить А это проверка способностей Джереми И выдерживай его вот так Хорошо? Хороший полёт, очень хороший Он молодец После успешного тренировочного полёта Джереми уверен, что станет вторым пилотом на DC-3 Говорят, что я полечу на следующей неделе Это хороший знак Но удача может от него отвернуться Пять часов утра следующего дня Самый тяжёлый день недели в Буффало Эйрвейс Замечательный день, привет Воскресная продуктовая смена Келли Юрасевич и её подопечные получают и сортируют недельный запас продуктов для поставок Иногда приходится обрабатывать по 30 тонн груза И если людей не хватает, то это просто невозможно сделать А сегодня один из работников не пришёл Я пришла, а Джереми здесь не было Джереми попросил своего соседа Эндрю подменить его Эндрю и так должен был сегодня работать, но Джереми не предупредил Келли о том, что берёт выходной Он нам весь день испортил Вот ему понадобилось взять выходной ими на воскресенье Меня бесит, когда они не приходят Не думаю, что были бы проблемы, если бы Джереми позвонил, но он не позвонил Груза оказалась больше, чем ожидалось, и помощь Джереми им очень бы пригодилась Или пытается до него дозвониться В Буффало тяжело сохранить что-нибудь в тайне Вскоре Джо узнаёт про Джереми Он должен был работать? Да Он не пришёл и не позвонил За такое ему не будет прощения Советую вам уволить его и отправить домой Я сам куплю ему билет на автобус У Джереми похожи неприятности Зато для Скотта Блу есть хорошие новости Правительству нужно доставить топливо на Северный полюс Они спросили, можем ли мы совершать рейсы между Юрикой и Фьордом Танкуэри Возможно, Скотт выберется с перона И получит возможность полетать Юрика расположена в 9 часах полёта строго на Север Это первая из канадских полярных метеостанций, построенная в 1947 году В наши дни современный пост наблюдает за озоновым слоем в стратосфере Чёрт, мне кажется, что в штаб-квартире Плейбоя побывало в 10 раз больше людей, чем в этом захолустье Юрика расположена на острове Элсмир, выше 80-й параллели, почти у Северного полюса Правительству нужно переправить 100 бочек с топливом из Юрики на аварийную полосу, расположенную ещё севернее, во Фьорде Танкуэри Этот рейс — мечта любого пилота Такой шанс выпадает раз в жизни Я хочу это сделать, очень хочу Это потрясающе Это же 2000 километров на север отсюда Эй, Майк Да? Я могу урезать стоимость масла Нам не нужно 380 литров Скотт помогает Майке подготовить предложение Бочки можем поискать здесь, это тоже снизит цену Никто не просил его об этом, он сейчас делает мою работу, и это просто здорово Плохо Да? Скотт надеется, что в благодарность его отправят туда вторым пилотом Даже если полететь всего на пару дней, можно вылезти из самолёта, сделать пару снимков, встать с камерой на фоне Юрики и показать мамочке, где я был Проблема в том, что Горд Кулинг тоже хочет лететь, а второй пилот может быть только один Горд поначалу не сильно туда стремился, но потом загорелся этой идеей и начал над ней работать Как ты сказал, 27 часов? 27 Скотт, Горд и капитана Эйджей Де Кост работают с Майке над предложением Проверь ещё раз, я себе не доверяю Конечно, давай проверим, 3 часа до Кембриджа Джо приказал отдавать все часы Горду, чтобы он стал капитаном Горд считает, что этот рейс тоже его Сколько всего миль? Не бойся, Скотт, я возьму их на себя Ого! Мы скоро подерёмся за это место 25 часов на 160, это сколько? Может так случиться, что Скотт вообще не полетит? Для того, чтобы полететь, мне придётся повредить ему коленные чашечки и сломать копчик На следующий день Джереми Дау появляется на работе, чтобы получить заслуженную награду Мне было очень неудобно Он пропустил смену в грузовом терминале, думая, что его заменят Он ошибся Я ни капли не беспокоился Пока Эндрю не пришёл домой и не сказал, что им не хватило людей и пришлось звать на помощь перронщиков Тогда-то я и понял, что могут быть неприятности Я пошёл на работу, как и планировал Уявился Джо И устроил мне разнос Слушай, тебе 21 год, а ты не можешь вытащить свою задницу из постели, потому что гулял ночью в баре? Что за дела? Он сказал, что уволит меня, потому что в его компании нет места лодырем и алкоголикам Хотя я не являюсь ни тем, ни другим Джереми пришёл ко мне очень опечаленный Я была в шоке от его состояния Мне стало его жалко Очень жалко Мальчишка так старается Он просто хочет летать Джереми ясно дали понять, что если он ещё раз опростоволосится, его уволят Джереми пахал в Буффало на протяжении 8 месяцев Это дольше, чем любой другой перронщик И вот он на испытательном сроке Всего за один день он опустился с первого места в очереди на повышение на самую нижнюю позицию Нужно показать им, что я хороший работник, что я заслуживаю доверия и штурвала Всё зависит только от него Но даже соперники Джереми считают, что он заслужил отдых Просто нужно работать как следует Выполнять все поручения И Джо это заметит Что будет дальше? Я не знаю Мы все хотим, чтобы кого-нибудь поскорее выпустили на DC3 Здорово, если это будет Джереми Думаю, он этого заслуживает Джереми остаётся надеяться, что Джо его простит Джо часто даёт людям второй шанс Он верит в людей больше, чем они думают Но сможет ли Джереми заслужить право сидеть в кабине, покажет будущее Всё зависит от него, а не от меня Я ему не судья, не опекун, не отец, а не мать Всё зависит только от него Buffalo Airways уже почти 40 лет летает на старинных винтовых лайнерах Но недавний дефицит авиационного бензина напомнил им, что времена меняются Если производство бензина будет сокращаться, Buffalo придётся отказаться от своего флота самолётов времён Второй мировой Сама мысль о том, что я могу стать последним, кто использует эти самолёты, кажется мне нереальной Это всё равно, что спросить, когда умрут мои родители Именно такой вопрос задавал себе Роберт Отт Он приехал в Йеллоунаев из Калгари по сугубо личному делу Я хотел бы развеять пепел своего отца с самолёта DC-3 Фрэнк Отт умер в возрасте 74-х лет, отслужив в Королевских военно-воздушных силах Канады Он прослужил в ВВС 32 года И я обещал ему, что сделаю это Он поступил на службу в январе 43-го Думаю, с DC-3 его связывали тесные узы Они были неразлучны на протяжении всей его карьеры в военно-воздушных силах Уверен, что полёты на DC-3 были самым потрясающим событием в его жизни Запах ангара напоминает мне моё детство на военных аэродромах Этот запах невозможно забыть Я 30 лет не видел DC-3 так близко Давно это было Теперь Буффало может ему помочь исполнить последнюю волю отца На следующий день Майки берётся за дело Мы направляемся в магазин Надо купить кое-что, чтобы развеять прах его отца из самолёта Нужно пораскинуть мозгами, как это лучше сделать Чтобы пепел не задуло обратно в самолёт Это было бы очень неприятно Как и его отец, Майки не может не взяться за необычное задание По шкале Буффало эта просьба получает за свою необычность оценку 8 Поначалу я очень удивился Но потом всё это показалось мне вполне логичным Его отец был механиком DC-3 во время Второй мировой Он хотел уйти из этого мира красиво Но для такой работы в магазине нет специального отдела Ну вот Я ищу канистру Нужно, чтобы горлышко было побольше У этой слишком узкое Там посередине блокиратор Это может показаться необычным, но нам нужно развеять пепел из самолёта И мы не хотим, чтобы его задуло обратно Нужно что-то вроде этого Да, так-то лучше А трубы у вас есть? Пластиковые? Нам нужно 10-12 сантиметров Возможно, есть в автозапчастях А какой-нибудь шланг? Да, да Отлично, круто Удачи, спасибо Не за что Всего 29,94 Я уверен, что это устройство сработает Осталась ещё одна проблема Договориться с Джо Он очень зол Всё идёт не так, как надо Возможно, это поможет ему оглянуться назад Увидеть, что жизнь коротка И понять, что мы пока ещё вместе Надеюсь А может, он просто наорёт, как обычно Ситуация в Буффало накаляется Второй пилот, Горд Кулинг, летает практически без перерыва Чтобы добрать часы, необходимые для квалификации капитана Мне нужно ещё 10 часов, но Арни пока нет Уверен, что я их налетаю, когда он вернётся Горд знает, что 18-часовой перелёт в Юрику и обратно даст ему нужный налёт Но Скотту Блу тоже нужны часы налёта И только один из них полетит, если Буффало получит этот правительственный контракт В ангаре Майки узнаёт о результатах Спасибо за участие в конкурсе на доставку бочек с топливом из Юрики на фьорд Танкуэри Победителем стала Мондейл Авиэйшн Ваша цена оказалась слишком высокой, и мы заключили контракт с другим оператором И так далее, и тому подобное Они провалили контракт на Юрику Нас все обошли У нас была самая высокая цена Джо это не нравится Он и так в состоянии стресса Любая плохая новость только подливает масло в огонь После этого он на короткое время впадает в бешенство, а потом опять ходит злой Цена Буффало оказалась завышенной только из-за необходимости брать собственный бензин на обратную дорогу Си-46 подходил для этой работы 50 лет назад, когда было много топлива А сейчас есть топливо для реактивных и турбинных двигателей Так что этот самолёт выпадает Компания, получившая контракт, летает на реактивных самолётах, которые могут заправиться в Юрике Поражение в конкурсе стало ещё одним знаком, указывающим на то, что зависимость Буффало от бензина может оказаться фатальной Это серьёзное поражение Это было тяжело Там была интересная работа, а этот груз ждали многие люди Мы хотели стать их героями Ты слышал, что там произошло? Майки сказал, что мы не полетим в Юрику Я такого не ожидал Скотт не полетит в этот потрясающий рейс Какой-то другой пилот полетит в Юрику Может, когда-нибудь Смотрите далее Простое и важное задание Я буду здесь Выполняется в стиле Буффало После недели топливного дефицита и проигранного конкурса Буффало получает весьма необычный заказ Роберт Отт приехал в Буффало, чтобы развеять прах своего отца из DC-3 Его отец был механиком DC-3 во время Второй мировой Он хотел красиво уйти из этого мира Майки убедил Джо взяться за заказ Но терпение Джо на исходе Ладно, я сделаю это, а потом вернусь к работе Сажаем его в самолет, делаем все и возвращаемся к работе Я не могу тратить на это время Ты можешь прямо сейчас доставить его сюда, чтобы я взлетел? Он был очень зол Если бы мне нужно было развеять его прах, я бы просто зафутболил урну ногой Он был в отвратительном настроении Привет, как поживаешь? Хорошо, привет, ребята Я Джо МакБрайан Привет, приятно познакомиться Я говорил с Майки Джо приказывает Майке проинструктировать Роберта Он сын бывшего механика канадских ВВС и привык к дисциплине и соблюдению правил Я решил использовать лейку с носиком Но это буфало Развеем из задней двери Хорошо Так, более эффективно Я и воронку купил Посмотрим, как получится Если что, используем воронку, чтобы отсечь ветер Прах нужно высыпать вот сюда? Да Да Думаешь, его оттуда выдует? Надеюсь Если не сработает, можем развеять прямо из урны Хорошо Ладно, нужно пересыпать Хорошо С дрожью в руках Роберт извлекает прах отца из коробки Я даже представить не могу, какие мысли проносились у Роберта в голове Для меня это просто коробка с пеплом А для него это прах отца, который прожил целую жизнь Роберт ждал этого 10 лет Лишь недавно он узнал про Буфало Эйрвейс Очень тонкая трубка диаметром меньше сантиметра Еще раз попробуешь? Да Вмешивается Джо, которому не терпится взлететь Даже с этим, видишь Нужно постучать Да, я знаю Я же тебе говорил, что нужен больший диаметр Старик пришел и сказал, что нужна дырка побольше Джо берет дело в свои руки в прямом смысле этого слова Передвинь свою левую руку Пошло Это казалось каким-то нереальным Господи Прости, что я так бесцеремонен Ничего, похоже, папа и тут оказался крепким орешком Эй, Рот! Иди сюда Все трое Макбрайанов берутся за дело Отпили здесь, чтобы я мог надеть шланг Майки, смотри Это чистая физика Двенадцатый класс Помнишь? Здесь много, здесь мало Ты еще меньше хотел взять Думаю, для них это дело принципа Если они берутся за работу, то доводят ее до конца Отлично работает, да? Мы возьмем этот шланг Его используют для обогревателей на DC-3 Мы взяли несколько компонентов от DC-3 Чтобы было более символично Да, вот так хорошо Еще есть? Да Мы заклеили воронку, чтобы пепел не вылетел обратно Семья Буффало Джо старается сделать так Чтобы Роберт Отт мог достойно попрощаться с отцом Он хотел, чтобы мы сделали это побыстрее А потом пришел и сделал все сам Как обычно Полетишь? Да, полечу Никто не знает, сработает ли их кустарный, сделанный на коленке И скрепленный липкой лентой разбрасыватель для пепла Но Буффало всегда решает необычные задачи необычными методами Воздух из задней части самолета Стремится переместиться вперед Понятно В самолете Джо распределяет роли Майк, ты должен следить за тем, чтобы это отверстие оставалось открытым И нужно держать открытыми оба окна в кабине Он решил, что сам развеет этот прах Я буду сзади Так, идем Роберт Отт идет за Джо и Шоном Берри в кабину Возьми наушники Роберт усаживается и DC-3 выруливает Работа началась Выдерживай высоту Я переведу в нормальный режим 8-1-2 В воздухе Шон управляет самолетом А Джо и Роберт присоединяются к Майке Надеюсь, сработает Готово, Джо? Да, все готово Прости, но это сделаю я Ни церемоний, ни молитв, ни страшной скорби Просто выполнение заказа в стиле Буффало Джо начинает выбрасывать прах бывшего механика королевских ВВС Канады Фрэнка Отта В DC-3 постоянно присутствуют какие-то воздушные потоки Нельзя сказать точно, где что засосет, а где выбросит Мы попытались уменьшить риск и как можно плотнее закрыть сосуд Но это почти нереально Невозможно полностью избавиться от выброса в салон В какой-то момент я поднял глаза и почувствовал его присутствие Я видел частички его праха, плавающие в воздухе в задней части самолета Но это не страшно, все в порядке Я не буду говорить, вдохнули мы человеческие останки или нет Джо это не волнует Для него существует только клиент, который хочет, чтобы работу сделали Я капитан воздушного судна и я обязан проследить за тем, чтобы человек покидал борт самолета надлежащим образом Да, он собственноручно отдал дань уважения человеку, работавшему на DC-3 Отец Роберта получил то, что хотел Это высший пилотаж Самый шик Президент компании лично развеял его прах Готово Спасибо Никто бы не сделал это лучше, чем Джо После этого я почувствовал умиротворение Мне очень понравилось Похоже, этот жест доброй воли помог вернуть удачу Буффало Что там с топливом? В воздухе ощущается положительная карма Майки узнал про еще один контракт на Юрику У них там что-то случилось, им нужно доставить аварийный груз А поскольку мы были готовы лететь, нам и позвонили Да, да, конечно Да, экипажи есть Как видите, наш план все же пригодился Да, электронное письмо сейчас пришлю Спасибо, пока Полет на Северный полюс в Юрику снова появился в повестке дня Вопрос в том, кто полетит вторым пилотом Скотт Блу или Горд Кулинг? Такое бывает только раз в жизни Срочное задание на краю мира Там круглые сутки светло, я знаю Два вторых пилота имеют веские причины, чтобы полететь Но выберут только одного Горду Кулингу нужно добрать еще несколько часов, чтобы стать капитаном В свою очередь Скотт Блу помогал подготовить эту сделку И терпеливо работал на перроне Лететь может только один Майки Макбрайан принимает решение Скотт заслужил этот рейс, потому что он больше работал Наконец-то Скотт сможет полетать Когда летим? Он вернулся в кресло второго пилота С-46, летящего в Юрику Исследовательскую станцию, стоящую на втором месте поблизости к Северному полюсу 9-10 часов, и мы в Юрике Здорово Скотти был очень доволен Я его понимаю Летим в Резольют, а потом в Юрику Скотт совершает этот исторический перелет Вместе с шеф-пилотом Буффало Арни Шрейдером и инженером Адамом Смитом 0-3-0-1, вышка Выезжайте налево, взлет, разрешаю полоса 3-3 Вышка 0-3-0-1, подхожу к Альфе Поехали С-46 направляется на северо-восток в Резольют, чтобы заправиться бензином Затем он полетит дальше на север в Юрику, находящуюся у Северного полюса По дороге Адам Смит решил вздремнуть Но Скотт ни за что не пропустит ни секунды полета Боже ты мой Мы забрались так далеко на север Наш навигатор выключился после 75-й параллели Возможно, что мы сейчас на 80-й Мы на одной линии с магнитным полюсом, поэтому компас показывает на запад, а не на север Здесь эти приборы бесполезны Можно было сбросить скорость Не с таким ветром Возьми немного левее Понял Еще 100 футов Они садятся на грунтовую полосу Юрики Здесь светло, хотя уже почти полночь Но Скотт слишком возбужден, чтобы спать Он хватает камеру, и они с Адамом любуются настоящим севером Прибыли Юрика А вот и наш Адам XOA OGO Старая станция Но нам на новую холодно Градуса 3 Мы на краю мира Я говорил, что сейчас полночь Солнце не садится Юрика находится менее чем в 10 градусах от Северного полюса Солнце здесь не заходит с апреля по август Пляж Юрики Можно отлично поплавать Наверное Или нет Учитывая ситуацию с авиационным бензином и положение Буффало Такой рейс может больше не повториться А самолет на месте, никто его не украл Думаете, большой поршневый самолет залетит еще когда-нибудь так далеко на север? Может, да А может, нет Возможно, этот самолет больше никогда сюда не прилетит Скотт может оказаться прав Персонал Буффало умудрялся поддерживать летную годность этих военных машин на протяжении 40 лет Несмотря на все сложности Но времена меняются И грядет новая зима Зимой здесь плохо, очень холодно Я не чувствую ног И битва за небо на морозном севере Разгорится с новой силой В следующем сезоне полярных летчиков Майки не хочет возглавлять Буффало А Джо пытается его заставить Шеф-пилот Арни готовится передать эстафету своему протеже Джастину Серьезные проблемы со здоровьем вынуждают Келли попытаться бросить курить Горд становится капитаном, а Скотт пытается его догнать Эй-Джей становится отцом Джинель возвращается в школу Перронщики Джереми, Уилф и Одри уходят из Буффало Но один из них возвращается Новые перронщики Грэм и Эндрю быстро идут вперед Но упираются в стену А Чак... Ребята, я вас оставляю Чак идет пить кофе Программа к показу подготовлена компанией SDI Media Перевод Дениса Трофимчика Текст читал Роман Антонович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заключительной серии этого сезона Топливный кризис угрожает приковать флот к земле Топливо выделяет только на первоочередные задачи Буффало борется за право полететь на Северный полюс А среди работников компании Меня бесит, когда они не приходят Начинаются волнения Я посоветовал его уволить Кто-то останется, а кто-то уйдет ПОЛЯРНЫЕ ЛЁТЧИКИ ПОЛЯРНЫЕ ЛЁТЧИКИ Держитесь, ребята В Йеллоу Найф наступило лето И по ночам здесь светит солнце Буйволы Наслаждаются ярким светом Так же, как и пилоты Буффало Но игра в гольф на Севере требует подготовки Она сказала закопать это на уровне земли Классический стиль Йеллоу Найф Гольф с ковриками Отлично, Скотти Уже лучше Могу точно сказать, что дальше травы он не улетел Но где еще можно поиграть в гольф ночью? Второму пилоту Скотту Блу это нравится Достаточно длинная? Возможно, нет Первый удар точно мимо Дела в Буффало идут плохо И он мало летает Но скоро ситуация станет еще хуже Невероятно Слушайте, парни Буффало Джо собирает всех своих пилотов Когда мы пересаживаем подготовленного человека Из правого кресла в левое Это требует серьезного подхода и планирования Он хочет, чтобы второй пилот Горд Кулинг Как можно скорее сдал экзамен на капитана Утром поставим Гордона на DC-3 После обеда он полетит на C-46 А если вернется вовремя, то ночью снова сядет на DC-3 Потому что ему осталось долетать последнюю сотню Золотой мальчик Горд здорово поднялся за 4 года в Буффало Будет здорово, если я стану капитаном Мой брат получил работу на линии Мой папа уходит на пенсию И все это в один месяц Эй, поздравляю! Ну как ты, сынок? Отец и дед Горда – коммерческие пилоты из Ванкувера Он был рожден, чтобы летать У него уже 2600 часов налета Ему не хватает 100 часов, чтобы в возрасте 24 лет Стать самым молодым капитаном в стране Ребята, я попрошу вас смириться с этим Потому что придется поменять ваш график Чтобы поскорее набрать часы для Горда Джо просит вторых пилотов уступить свои рейсы Конечно, элемент зависти всегда присутствует Мы не знаем точно, где он есть, но он есть Если у кого-то и может быть повод для расстройства Так это у Скотта Блу В отличие от Горда, у Скотта всего 750 часов налета Я бы хотел летать больше Нам платят за налет Чем больше летаешь, тем больше зарабатываешь Но дело не только в деньгах Если Скотта надолго оторвать от штурвала Он рискует потерять навыки управления Си-46 Единственным самолетом, на котором он летает Можно очень быстро отвыкнуть от этой машины Необходимо чувствовать самолет А этого можно добиться только если много летаешь Но поскольку Горда поставили на все рейсы Си-46 Скотт остается на земле Конечно, я ничего не могу поделать Разве что только побурчать Но кто станет меня слушать? Никто Скотт смирился Надеюсь, мы передали тебе все свои знания Осталось показать еще пару моментов И ты сможешь летать сам Так что всего тебе самого наилучшего Горд не теряет времени и садится в кабину Си-46 С капитаном Дэвоном Бруксом Что же касается Скотта Он выполняет обязанности перронщика Сегодня после обеда все спокойно Мне придется поработать на перроне На протяжении нескольких недель Пока Горд не доберет свои часы до капитана Сегодня я должен вымыть самолет Горд летает, а я мою Да Поднимаясь по карьерной лестнице Буффало На протяжении двух лет Скотт вернулся к самому началу В конце концов, я всего лишь пешка в большой игре Буффало Он начинает это понимать Атмосфера на стоянке накаляется Ты просто все сполоснул Так любая обезьяна может сделать Слушай, ты дурачина Я драйл щеткой верхнюю часть крыла А ты тут мне претензии предъявляешь? Ну давай разберемся Скотт понимает потребности компании Но он должен найти способ вернуться в небо Грязь, масло Мне только что звонили из Шелл Сказали, что нигде нет авиационного топлива В офисе Буффало главный менеджер Майки МакБрайен Узнает очередную порцию неприятных известий Это может вызвать кризис Какой-то непонятный дефицит Топливо осталось только для противопожарных самолетов В эпоху больших самолетов, летающих на реактивном топливе На основе керосина Поршневой флот Буффало использует авиационный бензин Но падение спроса на это топливо И загрязнение воздуха Привели к сокращению его производства И это все? Господи Майки шокирован известием о том Что авиационного топлива не будет еще три недели И это с сегодняшнего дня Топливо будет отпускаться только на борьбу с пожарами Черт Нет бензина, нет полетов Какая польза от машины, если нет топлива? Она может просто стоять Но мы не музей, мы работающая компания Новости о приостановке поставок бензина Еще не дошли до дилера в Yellowknife Мы освобождаем все свои заправщики И заливаем их бензином, пока они не узнали Майки действуют быстро Кто остался на земле? Ян? Ну так пускай наполнит эту желтую штуку Задействовав всех свободных людей Они должны освободить заправщики Буффало Разливая бензин по ведрам А потом полностью залить их в хранилище топлива Пока местные власти не узнали о запрете Три полных заправщика Насколько их хватит? На неделю Да, нужно продержаться до вторника или пятницы Да Вся тяжесть легла на плечи Майки и его брата Рода Ответственного за техобслуживание Мы могли бы легко выжать досуха Весь Yellowknife и складировать топливо во дворе Именно это мы и пытаемся сейчас делать Если они нам позволят Заберем все Нужно заполнить зеленый в 4.30 До того, как они поймут, что им ничего нельзя продавать Прямо сейчас? Да Я знаю, мы уже опаздываем Майки забронировал себе на 4.30 заправку на топливном складе До этого времени каждая бочка Каждый резервуар и каждый бак в самолетах Должны быть залиты доверху, чтобы освободить заправщики Это титанический труд Этот полный Им ни за что нельзя опаздывать Но заправщики выезжают только после 4.30 Майки надеется, что бензин еще остался Если нет, то через считанные дни флот Буффало окажется на земле Первая бочка Буффало Эйрвейс в отчаянной ситуации Если они не наполнят свои заправщики бензином До того, как закроется местное хранилище Их флот окажется на земле В Канаде еще никогда не было дефицита бензина Это до сегодняшнего дня Правительство заморозило поставки топлива по всей стране Чтобы сохранить его для противопожарных самолетов Заправщики Буффало вовремя приехали на хранилище Авиационный бензин еще есть Но надолго ли? Это ежедневная борьба Как я уже говорил, будем складировать топливо у себя Надеюсь, мы протянем эти пару недель Но запрет может продлиться и дольше Нужен запасной план Учитывая дефицит топлива, мы пересматриваем все свои рейсы Определяем, что можно отложить на потом Менеджер Майк Хэндли связывается со всеми известными поставщиками Чтобы найти еще один источник В среднем 90 тысяч в неделю И у вас только 129? Но пока все в пустую Хорошо, пока Все плохо А на перроне Буффало Джо занимается переливанием топлива Мне нужно твое топливо Все твое топливо До последней капли Топливо выделяют только на первоочередные задачи Поэтому мне нужно создать запас для моих полетов Их первоочередные задачи и мои первоочередные задачи Это совершенно разные вещи Для Джо и жителей далеких северных поселений Поставки продуктов и почты Это и есть первоочередная задача Да, 18 А это значит, что Горд Кулинг будет летать больше Мы летим в Форт Гудхоуп, Норман Уэллс и Тулиту Горд вылетает в долину Маккензи на С-46 С капитаном Эйджи Эмд Костом Буффало 3-2-3 Взлет разрешаю полоса 3-3 Левый разворот И налево Хорошо Чтобы доставить продукты, товары и почту В четыре удаленных поселения Они сожгут тысячи литров авиационного бензина Протяженность маршрута из Йеллоунаев до долины Маккензи И обратно составляет 1600 километров Как поживаете? Хорошо Это Майк Хендли из Буффало Эйрвейс Мне нужен Алекс Майк Хендли не слезает с телефона Авиационный бензин дорожает? Он звонит в аэропорт Норман Уэллс 370 тысяч? Так у вас его много Джекпот В Норман Уэллс у Эйджи и Горда предпоследняя посадка Майк договорился о заправке всех прибывающих рейсов Горд полностью заполняет баки Си-46 Благодаря местным запасам бензина И тому, что Буффало удалось собрать в Йеллоунаев Они должны продержаться На этот раз Шасси Но это специфическое топливо Становится все более редким А потому дни поршневых самолетов Могут вскоре подойти к концу Ну, наконец-то Здесь точно никто орать не будет А в это время грузовой менеджер Келли Юрасевич Взяла выходной, чтобы на большом невольничьем озере Обдумать свои проблемы Что будет, если я поймаю рыбу? Я ударю ее по голове Лучше дай по голове Джо, а потом уволься оттуда Муж Келли Хуан Бывший бортинженер Буффало Сцепился с боссом Хватит дурить мне голову Я никому не дурил голову Я не разбирал эту рухлядь А почему ты отправляешь меня к Лубе или Чаку? Я не люблю, когда на меня орут Мне 50 лет И я не его ребенок У него были претензии ко мне У меня к нему Он решил уволиться Я уволился Он не мог больше терпеть Но я была шокирована его увольнением Теперь Хуан работает на конкурентов Буффало Келли, я тебя не бросил Я просто нашел другую работу В моем возрасте Дело не в этом Мы же договорились Что спокойно доработаем этот год в Буффало А потом уволимся Купим ферму в Альберте И будем там счастливо жить Но все изменилось Если Хуан останется в Йеллоуна И в Келли На какое-то время может забыть о ферме Она должна решить Уйти ли ей из Буффало Вместе с Хуаном Или остаться там работать Закон не запрещает тебе уволиться